Изменить нельзя оставить. Где тут нужна запятая? Сегодня на своем заседании решало городское собрание депутатов. В повестке дня означался вопрос о переводе участка с долгостроем по улице Энгельса из одной функциональной зоны в другую. О том, что это означает для города, смотрите в нашем сюжете. Значительная часть повестки дня в этот раз касалась изменений в документах. Хотя подобные вопросы для простых горожан малозначимы, однако иногда даже небольшое изменение в документе может привести к серьезным последствиям в реальной жизни. Так, один из вопросов участок по улице Энгельса. Застройщик обещал построить там одно, а в проекте, судя по всему, совсем другое. Они брали земельный участок под строительство многоуровневых парковки подземной и офисных помещений. Все. Затем они вышли на нашу комиссию с просьбой перевести сначала многоэтажное строительство, на что мы им ответили, извините, так делать нельзя, потому что мы тем самым можем создать очень нехороший прецедент в городе, когда люди, вводя в заблуждение, будут брать под какую-нибудь благую цель, которая городу очень нужна, а затем построят там какой-нибудь жилой дом. Но и самое главное, мы здесь нарушаем законодательство, потому что для строительства жилого дома все земельные участки должны предоставляться только с аукциона. Поняв, что в требуемую функциональную зону участок не переведут, застройщик решил поступить следующим образом. Перевести землю в зону деловой активности. Такой вариант народные избранники тоже не поддержали, ведь строительство жилья в зоне с таким названием закону не противоречит. Решение отправили на доработку. На следующий пункт повестки дня вопросов и нареканий не вызвал ни у кого. Речь о продолжении участия Чебоксар в проекте «Здоровые города». Базовым принципом работы в рамках данного проекта является учет вопросов здоровья во всех городских стратегиях. В этом проекте участвуют все структурные подразделения. Таким образом, вступление города в шестую фазу проекта «Здоровые города» позволит и дальше продолжить свою деятельность для достижения важной цели здоровья и благополучия наших горожан. Это решение поддержали единогласно.